МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Удивительно узнавать и осознавать, что та теплая, обласканная солнцем земля, куда мы часто с вами, наверное, ездили отдыхать, Крым, для некоторых народов был местом ссылки. Именно в Крым, на север, для греков и римлян ссылали неугодных людей в античные времена. Сегодня мы поговорим о человеке, который родился и жил в Риме, а окончил свою земную жизнь в Крыму. Звать его Климен, что в переводе с латинского означает милостивость, нисходительный, речь идет о епископе Ветхого Рима, об одном из учеников апостола Петра. Святой Климент родился в Риме в богатой семье, получил хорошее светское образование, но не это его влекло. Он жил как раз на переломе эпох, когда апостольская проповедь распространялась по миру. Сердце Климента влекло в Иерусалим, во святую землю, в Палестину. Он поехал туда и слышал про проповеди святелей и господних. В Александрии слышал проповеди Варнавы, и апостол Петр нездолго до кончины своей крестил Климента. Со временем Климент после Лина и Анаклета, последовательно управлявших римской церковью, занял римский престол и был епископом этого древнего города, столицы могучей империи. Однажды после его проповеди крестило сразу до полутысячи людей. Император встревожился успешной проповедью Климента и сослал его в Крым, в Инкерманские каменоломни. Там Климента осудили на тяжелые работы, но и в этом месте изгнания и ссылки сей святой муж не прекратил проповедовать. Он ежедневно обращался со словом проповеди к тем, кто работал вместе с ним, крестил их ежедневно по нескольку сотен. Они, рабочие, сосланные, вырубили в Инкерманских штольнях небольшую пещерную церковь, в которой совершали богослужение. Это, конечно, раздражало тех, кто на часу над Климентом и в конце концов его утопили в море, привязав к его шее якорь. Ежегодно в день кончины Климента море отступало по молитвам верующих, и люди могли приступить к его мощам. А мощи Климента были извлечены из глубины морской равноапостольными Кириллом и Мефодием, которые совершили, как раз этот подарок церкви сделали, извлекли на свет Божий многострадальное тело святого Климента. Когда Владимир крестился в Херсонесе, то среди массы святых, увезенных им к себе в Киев на родину, была и глава святого священномученика Климента, который до сегодняшнего дня почивает в пещерах Киево-Печерской лавры. Она подает исцеление как святые мощи тем, кто приходит к ней с верою и находится в дальних феодосиевых пещерах. Таким образом, Рим и Русь, разные страны, Италия нынешние, связаны через святых людей, и мы пытаемся как раз день за днем, изучая житие святых, знакомясь с ними, выявлять, делать очевидными эти тонкие связи для того, чтобы жизнь наша была в наших глазах и глубже, и умнее, и красивее. Кроме носящих имя Климента, мы сегодня поздравляем с Днем Ангела Петра и Ивана. С Днем Ангела, дорогие именинники, радуйтесь. Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова